Девушки отдыхают И наступление американских механизированных колонн Они шли по горным дорогам в надежде на легкую победу Но великая немецкая армия нанесла неожиданный удар спесивым американцам «Фея!» «Фея!» Взято 80 тысяч пленных Враг отброшен на 120 километров Наши войска продолжают двигаться вглубь Франции Если верить этой немецкой хронике Положение союзников в орденах тяжелое Англо-американские войска находятся накануне катастрофы, товарищ Сталин Прочтите письмо Черчилля еще раз Генералу Зинхауру очень желательно и необходимо знать в общих чертах Что вы предполагаете делать Так как это, конечно, отразится на всех его и наших важнейших решениях Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне Можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление На фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января Или в любые другие моменты, о которых, возможно, пожелаете упомянуть Унистон Черчилль Деликатные и хитрые призывы о помощи Обстоятельства нуждает, товарищ Сталин Как идет подготовка к наступлению? На направлении главного удара, товарищ Сталин, уже сосредоточены все армии прорыва 9 тысяч танков, 9 тысяч самолетов, 70 тысяч орудий, 180 стрелковых дивизий Когда можно начинать? Командующие фронтами Жуков, Конев и Рокоссовский считают, что наиболее подходящее время для наступления Конец января Января А если все же учесть просьбу Черчилля и ускорить начало наступления Придется отказаться от действия нашей авиации, товарищ Сталин Туманы, непогода, прорыв без авиации Товарищ Антонов, передайте Жуков, Рокоссовскому и Конев новый срок наступления 12 января 12, 13 и 14 января 1945 года Войска 1, 2 и 3 белорусских фронтов 1 и 4 украинских фронтов При содействии кораблей Балтийского флота и соединения украинских партизан Перешли в наступление в общем направлении на Берлин КОНЕЦ 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 М 떨어지 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Фланговый удар 1-й и 2-й гвардейских танковых армий потряс всю тактическую и оперативную оборону немцев и заставил противника начать отвод своих войск из Варшавы. Семнадцатого января в Варшаву вступили части 1-й польской армии. Семнадцатого января в Варшаву Портнолет! Сворачивай скорее направо! В вороты давай! Береждём, товарищ маршал Здесь где-то штаб Начальник штаба 741-го стрелкового полка, майор Орглов Где командир полка? Командир полка отдыхает, товарищ маршал Разбудите Слушаюсь Товарищ подполковник, товарищ подполковник, вставайте Товарищ подполковник Товарищ подполковник, вставайте В чём дело? Фамилия? Коркин, подполковник Коркин Доложите обстановку Обстановка Батальон наступает, товарищ маршал проявляя массовый героизм. Где конкретно? Где наступают? На западной окраине. Вот начальник штаба. Трешите доложить, товарищ маршал. Докладывайте. Противник удерживает оборону в районе мукомольного завода. Две атаки первого и второго батальона отбиты. Третий батальон накапливается в районе кладбище для атаки завода с фланга. Все ясно. Вы, майор, с этого дня командир полка. А вы, подполковник, будете у него заместителем. Так, я думаю, будет справедливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Двигаться как можно быстрее вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я знаю Они потребуют сдачи без боя всей Франции, Бельгии, Голландии Я не могу согласиться Мы им докажем Что еще можем наносить сокрушающие удары Гудериан Доложите обстановку между Вислой и Одером Мой фюрер На Восточном фронте между Вислой и Одером произошли серьезные изменения Что вы имеете в виду, Гудериан? Мой фюрер, русская первая танковая армия сегодня подошла к Одеру южнее Кюстрина 60 километров от Берлина Это измена Предательство и измена 150 лет на немецкую землю и ступала нога вражеского солдата 150 лет, Гудериан Мой фюрер Мой фюрер Я предлагаю нанести контрудар в Померании Контрудар Покажите Мы создадим в Померании мощный кулак и ударим по армии Жукова с фланга Кейтель Вы говорили, что нужно перемирие на Западе для того, чтобы сосредоточить все силы на Восточном фронте Так точно, мой фюрер? Гиммлер Кто будет вести переговоры с Далесом? Генерал Вольф Войну можно сравнить с полетом в тумане Самый опасный момент – посадка, финал Что ждет вас в финале, господин Далес? Большевизм в Европе? Ведь русским армиям до Берлина всего 50 миль, а американским 500 Вот на этом пути можно поискать общность интересов, господин Вольф Таким образом, Ставка подтвердила наше решение В ближайшие шесть дней активными действиями закрепить достигнутый успех Подтянуть отставшие тылы Пополнить запасы до двух заправок горючего До двух боевых комплектов И стремительным броском 15-16 февраля взять Берлин Так, через 15 дней взять Берлин Хорошо Подготовьте приказ войскам фронта Слушаюсь Разрешите, товарищ командующий, доложить новые данные о противнике Докладывайте По данным нашей авиационной разведки В помирании замечены передвижения крупных танковых и моторизованных сил противника Войсковая разведка сообщает, что действующие против нашего правого фланга 2-я и 11-я немецкие армии Имеют уже в своем составе 16 пехотных и до 7 танковых дивизий Все? Все, товарищ командующий Василий Данилович, как дела в районе Кюстрина? Я только что оттуда, Георгий Константинович Войска Берзарина продолжают вести упорные бои за плацдармы на Одере В дивизиях осталось до 50% личного состава Немцы все время контратакуют Особенно свирепствует их авиация А где же наши истребители, генерал Руденко? Товарищ командующий, немцы действуют с берлинских аэродромов, имеющих бетонные полосы А наша авиация базируется на полевые аэродромы, которые раскислят дождей Каждый взлет истребителя связан с большим риском Генерал Орел, сколько вы имеете танков в танковых бригадах? В среднем около 40, товарищ командующий А во многих бригадах по 15-20 танков Пополнение идет очень медленно Ремонтные базы отстали почти на 500 километров 20 дней такого стремительного наступления сказывается и на людях, товарищ командующий Наши политработники все время идут с передовыми отрядами Водушевляют солдат на подвиги Солдаты действительно совершают чудеса храбрости Но в то же время я должен сказать вам, товарищ командующий, что Войска нуждаются в отдыхе Вы свободны, товарищи генералы Солдаты 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наши войска сражаются на пределе человеческих возможностей, а немцы рвутся к Москве. Осталось 30 километров. Они кажутся тебе по характеру действий и силе ударов немецких группировок, что противник выдыхается. Посмотри, как он растянул войска по фронту. Они потеряли пробивную способность. Тылы отстали. Сейчас самое время ударить по флангам. Разрешите, Георгий Константинович? Я подготовил приказ войскам о наступлении на Берлин. Наступления на Берлин не будет, Михаил Сергеевич. Правильно, Георгий Константинович. Я знал, что вы так решите. Что ты предлагаешь? Я пригласил командующего 1-й танковой армии генерала Катукова. Он здесь, в приемной. Позови. Слушаюсь. Здравия желаю, товарищ маршал. Ну что думаешь, танкист? Думаю, брать Берлин, товарищ маршал. 70 километров. Два перехода моей армии. Ну-ка, подойди к карте. Представь себе, что ты на месте Гудериана. У тебя 23 дивизии, из них 7 танковых и моторизованных. Жуков наступает на Берлин. Рокоссовский отстает в Померане на 150 километров. Вот, генерал Катуков, что бы ты сделал в этой ситуации на месте Гудериана? Я бы постарался танковым ударом с севера отсечь наступающие войска маршала Жукова. Верно. Верно. Это единственный шанс Гудериана. А теперь слушайте приказ 1-й танковой армии. Приказываю сдать свои участки на Одере соседним войскам и форсированным маршем двигаться на север, в Померанию. Район Армсвальда. Слушаюсь. Ставку. Советская армия продолжается. Войска продолжает успешные наступления на фронте протяжением 700 километров. Войска генерала Черняховского наступают на Кенигсберг. Войска маршала Рокоссовского отрезают восточную Бруссию от центральных районов Германии. Войска маршала Жукова вышли на Одер. Войска маршала Конева наступают на Бреславу. Вероятные действия противника. Немцы будут защищать Берлин. Для чего постараются задержать продвижение советских войск на рубеже реки Одер. Здесь уже создается оборона за счет резервов, перебрасываемых из Германии, а также из Западной Европы и Италии. По нашим сведениям, на Советском фронте может дополнительно появиться до 40 немецких дивизий. Создавшаяся ситуация благоприятствует переходу в наступление союзных войск. Может быть, генерал-маршал, как начальник генерального штаба американской армии, скажет об операциях, готовящихся на Западе. В последние дни Эйзенхауэр перегруппировал свои силы. В настоящее время 25-я армейская группа и 9-я американская армия готовятся к наступлению. В случае успеха наших наступательных операций, мы сможем двинуть наши войска на Дюссельдорф, а затем на Берлин. На каком расстоянии от Берлина находятся ваши войска? Примерно 600 километров. А наши войска? 60 километров, товарищ Сталин. Наступил момент, когда мы должны координировать наши военные действия. Примерно 500 километров, товарищ Сталин. Господа, предоставленное вам время исчерпано. Я надеюсь, что вы искренне говорили, о координации наших действий. У вас есть какие-то сомнения, господин маршал? Есть, господин Рузвелт. Прямо говоря, контакт с врагом за нашей спиной. И не только контакт, даже соглашение. Я бы сказал, сговор. Сговор? С кем? С агентом Гитлера. Мне кажется, вы пользуетесь недобросовестной информацией. Это Ален Даллес. А это агент Гитлера. Генерал Вульф. Могу вас заверить, господин маршал, что эта встреча могла носить самый предварительный характер. Но за нашей спиной. Неужели из-за этого мы потеряем доверие друг к другу? Пока все мы живы, нам нечего бояться. Мы не допустим опасных расхождений между нами. Но пройдет 10 лет. А может быть и меньше. И мы исчезнем. Придет новое поколение. Которое не прошло через все то, что мы пережили. Что будет тогда? Ведь мы как будто собрались сюда для того, чтобы обеспечить мир, по крайней мере, на 50 лет. Или, я так думаю, по своей наивности, господин президент. Это действительно так, господин маршал. Так вот. Самое важное условие для сохранения длительного мира, это единство друг держал. Если русские возьмут Берлин, то это может создать большие трудности в будущем. Я считаю, что нам надо продвигаться как можно быстрее к Берлину. Первый Белорусский фронт, повернув свои войска на север, отразил контрудар противника в помирании и сломив сопротивление немцев. 1 марта перешел в наступление силами 1-й и 2-й гвардейских танковых армий, 3-й ударной армии и 1-й армии войска польского в направлении Балтийского моря. 2 марта перешел в наступление силами 1-й и 2-й ударной армии. Батальян! Стой! Батальян! Что, артисты, загораете? Искусство принадлежит народу. А где ваш командир? Вон он на велспеке катается. Вы видите? Осваиваю новую технику. Капитан Васильев, командир танковой роты. Поручик Добровский, командир батальона 3-й польской дивизии. И имею задачу наступать вашими танками. Вот в том-то и хреновина. Задача есть, а горючего нет. Деревню взяли, а дальше... Горючего нет. Подождите. Пелка. А я не буду на дворчиков. Ну, говорил мне, что не имею полива. А ты видела какие-то цистерны поближе? Так, 3 километра от шоссы. Не подходили мы ближе, а цистерны мы видели. Ну. Он говорит, что 3 километра от шоссы есть видеокистерны. Слушай, поручик. Адалжи ко мне своего разведчика. Пожалуйста. Дорожкин! Давайте-ка на велосипеды. И проверьте. Поедешь и покажешь ему. Нарежьте, дамка маш под собой. Я ему говорю, что дамы еще у него нет, но уже есть дамский велосипед. Тоже хорошо. Ну, мне надо идти вперед. Батайон! Напшуд! Морщ! Догоряйте! Догоним! Вот она! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что? А ну, дай-ка котелок. Давай, давай, давай. Зачем тебе котелок? Давайте-ка, говорят. Ха! Мы танкисты завсегда горючее на язык пробуем. Ну, смерть фашистским оккупантам. А-а-а! Годится? Годится. А ну, попробуй. Я вашим горючим не разбираюсь. Ты в этом разберешься. Ну что я, танк? Танк. Бради, спирт. Придется искать дальше. Да, танки, к сожалению, на этом не пойдут. Ну что, по второй, что ли? По второй. Ну, пролетарии всех стран, соединяйтесь. Угу. Ну, что, споем, что ли? Да-да. Хас Булату давой Бедно соклятая Национальная сечка Золотою казна... Национальная трудность, Тимон. Да, не получается. Наши. Девочки, это ж наши. Господи. Откуда вы, девчата? Из Смоленска. Вот трое из Смоленска, да из Полтавы. Тут и французы, и чехи. Господи. А ну, девчата, выходи. Господи. Господи. Не плачьте, дружки. Не плачьте. Еще беду, весело. Полцы. Хорошо, Париж, из Париж, значит, ясно, бегуль. Милые наши братья, наконец-то дождались. Думали, уж не дойдёмся, умрём, как в поле идём. Девочки, пани, пани. Господи, спасите. Ну, выходи, Европа. Рудфанд. А, Испания. Моя Германия. То есть, как Германия? Моя Нензи, товарищ. Какой я тебе товарищ? Гитлер тебе товарищ. Мой антифашиста, антифашиста, антифашиста. Я, я, гуд, гуд, гуд. Он немецкий антифашист, понял? Все те, кто остался в живых, должны посвятить всю свою жизнь борьбе со злейшим врагом всего человечества фашизмом. Рудфанд. 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 Р СТУК В ДВЕРЬ Товарищи антифашисты, бывшие узники, Домой идите, домой, на хаус, на хаус, Ферштейн, на хаус. Вот, Цурюк, я Цурюк, Цурюк. Вот все. Вот оно. Что? Горючий для танков. Стой! 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 Здравствуйте, товарищ Сталин. Здравствуйте, товарищ Сталин. Известно ли вам, как складывается обстановка? По тем данным, которыми мы располагаем у себя на фронтах, обстановка известна. Ничего вам не известно. Товарищ Конев, прочтите доклад разведуправления. По нашим агентурным данным, англо-американское командование готовит операцию по захвату Берлина, ставя задачу захватить его раньше советской армии. Основная группировка создается под командованием фельдмаршала Монгомери. Направление главного удара планируется севернее Рура, по кратчайшим пути который отделяет от Берлина основную группировку английских войск. Не исключается возможность открытия гитлеровцами путей для союзных войск на Берлин. Так кто же будет брат Берлин? Мы или союзники? Предстоящая берлинская операция, которую нам поручено провести, ни с чем не сравнима. Нам предстоит разгромить на подступах к Берлину 4 немецких армии, не менее миллиона солдат. Нам еще не приходилось брать такой крупный, сильно укрепленный город, как Берлин. Площадь его громадна. Каждая улица, переулок, дом, каналы, мосты, все является составными элементами общей обороны города. От Одера до Берлина сплошная система оборонительных сооружений. Поэтому командование фронтом решило навалиться на противника с такой силой, чтобы ошеломить и потрясти его до основания. Мы сосредоточили 22 тысячи стволов артиллерии и минометов, 4 тысячи танков и самоходных орудий, 5 тысяч самолетов. Вы сами понимаете, какой силой может быть удар. Но чтобы окончательно ошеломить и морально подавить противника, есть предложение обрушить удар фронта ночью, за два часа до рассвета, при свете 140 зенитных прожекторов. Прогрешите, товарищ маршал. Пожалуйста. На протяжении всей войны мы ни разу не начинали больших наступательных операций ночью. Это связано со сложностью управления войсками. А прожектора, их сразу подавит вражеская артиллерия. Разрешите, товарищ маршал? Пожалуйста. Я считаю, что атака с прожекторами будет малоэффективна. Противник будет видеть только наши наступающие войска. Кто еще так считает? Я. 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 за перерыв и попрошу быть через два часа на учебном полигоне. У тебя все готово? Все готово, товарищ маршал. Ну, добро. Верно. Зhor sack гонкизово. Я chamado, надо defending его параметр. ТЕЛЬЦЕЙ ПЕМЕНИЕ Мой фюрер, я должен вам сообщить, что наши контр-удары в Померании и Венгрии отбиты большевиками. Шестая танковая армия генерала Дитриха не могла пробиться к Будапешту. Дитрих, вы оставили Венгрию, а теперь готовы отдать врагу и Австрию. Мой фюрер, шестая танковая армия. Хватит, Дитрих! Я лишаю вас всех орденов! И уже сорвите с него ордена! Вон отсюда! Гудериан, вот к чему привели ваши удары в Померании и Венгрии. Вам надо отдохнуть, Гудериан. Новым начальником генерального штаба я назначаю генерала Крепса. Борман, передайте Гиммлеру всех трусов, пороженцев, изменников на виселицу! На Одере решается судьба не только Германии, но и всей Европы! Мой фюрер, поздравляю вас! Умер Рузвельт! Сбываются предсказания вашего гороскопа! Вот она, удача! Сообщите эту новость всем! Сейчас же! Умер Рузвельт! Умер Рузвельт! Умер Рузвельт! Умер Рузвельт! Умер Рузвельт! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПО ТРАНЩАЕМ ПРОТИВНИКА 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 Огонь! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛЫ Товарищ капитал, пехота опять залегла. Стой! Придется поднимать пехоту. Без нее в траншеи не пойдем. Пауэрстиков там полно. Автомат. Ну что ж, мы братцы пехотинцы, не бытовые славяне. Пошли вперед. Заброй в атаку. Завелуй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Г friday! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Войска фронта прорвали оборону противника. Танковый адмир Рыбалка и Лилюшенко вышли на оперативный простор. А у Жукова дела идут пока трудно. Все еще прорывает оборону. А нельзя ли перебросить танки Жукова и ввести их в прорыв через ваш фронт на Берлин? Товарищ Сталин, это займет много времени и внесет путаницу. К тому же в этом нет необходимости. Мы сами можем повернуть обе наши танковые армии на Берлин. Хорошо. Согласен. Соедините меня с Рыбалка. Слушаюсь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Предупреждаю тебя, предупреждаю. Ограничивай меня. Клади два кусочка сахара. Нет, понимаешь, ты все-таки три бросаешь. Хоть кол на голове тиши. Вот член военно-совета и говорит, что, мол, танковые генералы в башню не влезают. Да ты ведь, Павел Семенович, уже пятый стаканчик прихлебываешь. А ты считаешь? Я гром. Павел Семенович, вас маршал Конев. Слушаю, товарищ маршал. Ты что, Павел Семенович, делаешь? Да вот, веду бои за Фрикдрихс Хайне. Новая задача, Павел Семенович. Что-что? Одну минуточку, Иван Степан. Да скажи ты им, чтобы прекратили палить, поговорить не дают. Слушаюсь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Слушаю, товарищ маршал. Приказываю повернуть вашу танковую армию на Берлин с юга. Ясно? Ясно, товарищ маршал. Рвись к Берлину, к Берлину. Весь повернуть армию на Берлин. Вот это дело. Лелюшенко. Да, Клён слушает. Товарищ генерал, вас командующий фронтом. Я слушаю, товарищ маршал. Так. Так, так. Я вас понял. Слушаюсь, товарищ маршал. Товарищ генерал, вот он, гаденыш, с винтовки, с чердака стрелял. Зачем же ты стрелял, сукин сын? Сколько тебе лет? Пятнадцать. Мать у тебя есть? Отведите его домой. Пусть мать ему всыпет как следует. Есть. Приказно повернуть армию на Берлин. Презентер. 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 Господа, я хочу представить вам моего друга Еву Брауну. Она жила в уединении и, пожалуй, в безопасности. Но в эти трудные дни предпочла разделить мою судьбу. Мой фюрер, поздравляю вас с днем рождения. Я счастлив, что мы все, наша старая гвардия, как всегда с вами. Спасибо. Мой фюрер, верные вам войска СС поздравляют вас. Как всегда в этот день, они маршируют в вашу честь, но не на плацу, а под огнем врага. Мой фюрер, я счастлив и горд, что в этот исторический момент нахожусь вместе с вами в Берлине. Мой фюрер, в кинотеатрах Рейха идет сегодня фильм, который был создан до войны к вашему 50-летию. Может быть, и мы отметим наш праздник просмотром этого исторического фильма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой фюрер, русская артиллерия обстреливает рейхсканцелярию. Мой фюрер, я должен быть в штабе авиации. До свидания, мой фюрер. Я буду держать с вами связь. Я уезжаю к генералу Венку, чтобы вместе с ним освободить Берлин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СОЙ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...